Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Мы продолжаем эксперименты с нашей чудесной книгой, изданной Народным комиссариатом пищевой промышленности СССР, Главное управление мясной промышленности, колбасы и мясокопчёности. Москва, 1938 год. Кто не смотрел предыдущее видео о рецепте «Салями летней», снятой по этой книге, вот, зачитаю. От редакции. Настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбас и мясокопчёности, утверждённым Народным комиссариатом пищевой промышленности СССР для предприятий Наркомпищепрома, то есть Народного комиссариата пищевой промышленности. Альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий и работников магазинов. Такая книга очень интересная. Если кому-то интересна эту книгу, пишите в комментариях, я пришлю ссылку, или же саму книгу могу в файле PDF прислать по почте. Объём небольшой. Сегодня мы готовим колбасу киевскую высшего сорта. Это варёно-копчёная колбаса. Свиная. Вот что я хотел сказать. То есть она исключительно из свинины, без добавления говядины, без добавления другого мяса. На мой взгляд, очень интересный рецепт. И, собственно говоря, хочу маме с ним поделиться. Значит, для этой колбасы мы используем... Ну, собственно говоря, мы тут используем больше мяса, потому что мы делаем больше килограмма колбасы. 42% постной свинины. 18% средней жирной свинины. И 40% жирной свинины. То есть мы взяли грудинку. В первую очередь, естественно, как обычно, всё это мясо надо засолить. Для засолки, ну, собственно говоря, по рецепту 1938 года, на килограмм сырья используется 30 грамм соли и 3 грамма селитры. Мы же взяли на килограмм сырья 35 грамм смеси 50 на 50, поваренной соли и нитритной соли, которая имеет содержание нитрита натрия 0,4%. Итак, друзья, как и с любыми колбасами, собственно говоря, в первую очередь нам надо порезать мясо и засолить его. Солить мы будем в течение суток. По оригинальному рецепту мясо солится трое-четверо суток. Но это обусловлено тем, что солится оно очень большими кусками. Мы же солим маленькими кусочками, поэтому сутки нам на это вполне достаточно. Для того, чтобы мясо не перепутать, потому что нам его надо будет на различные фракции измельчать. Согласно рецепта, надо либо засаливать его в разных емкостях, ну, что с маленьким количеством мяса очень неудобно, либо резать на разные кусочки, чтобы мы могли потом его отличить. Вот я это порежу, свинину среднежирную, порежу на меленькие кусочки, а грудинку порежу потом более на крупные кусочки. Грудинку нам вообще не надо будет измельчать, нам ее надо будет просто резать. Ну, суть такая, чтобы после засолки мы из этой кастрюли опять могли достать наше мясо и разделить его. То есть пресную, понятно, будет разделить очень просто. Вообще, конечно, это фантастика. Я настолько увлечен этой книгой, вот эту порежу грудинку на длинные полоски, чтобы мы ее точно отличили. Настолько увлечен этой книгой, ну, такие жесткие стандарты пищевой промышленности были в 1938 году. Меня это просто поражает. Не то, что сейчас в колбасу нарезали всяких шкур, копыт, хвостов, и все, и колбаса готова. Вот таким вот образом. Итак, приступим к засолке. Для этого перемешаем. Друзья, я прошу прощения, я оговорился. 27-28 грамм смеси нитритной соли и поваренной соли. Мы просто только что... Дай мне ложечку, пожалуйста. Только что с Ларисой разговаривали о совершенно другом рецепте. Вот. И 27 грамм, то есть 13,5 грамм нитритной соли и 13,5 грамм поваренной соли. Нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,4%. Перемешаем соль и сахар. И засолим наше мясо. Важно, чтобы, так как солиться оно у нас будет недолго, важно, чтобы было хорошее взаимодействие соли с мясом, чтобы все хорошо просолилось. Вот такая грудинка у нас какая-то очень уж жирная сегодня. Ну, жиром колбасу не испортишь, друзья. А вот солью можно испортить. Поэтому приношу свои извинения за свою оговорку. Не стал уже снимать, ну, переснимать часть видео, но акцентирую ваше внимание, что сказал неправду, соврал, грубо говоря. Но теперь приношу извинения и исправляюсь. Хорошенько вот так вот засолим мяско. Вообще колбасы по этим рецептам получаются волшебные. Мне очень нравятся. Но главное четко следовать технологии, а в данном случае можете и технологии, и нашим советам. Засолили все мяско. Дай мне пляночку. Закрываем его пищевой пленкой. И отправляем на сутки в холодильник, на засолку. А через сутки, дорогие друзья, продолжим приготовление киевской колбасы высшего сока. Дорогие друзья, мяско засолилось. Хочу вам показать, видите, какого оно красивого, такого красного цвета. Так работает нитрит натрия, то есть нитритная соль не дает мясу потерять цвет. Свинину постную и свинину полужирную мы перекручиваем через мясорубку. Да, кстати, хотел еще сказать о специях. Мы подготовили специи на каждый килограмм мяса, согласно ГОСТа. 0,6 грамм душистого перца, 0,6 грамм черного перца и 0,65 граммов сухого чеснока. Вот такой вот набор специй для этой колбасы. То есть не используем никаких наборов готовых. Допустим, я люблю очень покупать готовые наборы, и Лариса, кстати, тоже любит, в магазине ем колбаски. Но тут, как бы, эти старинные рецепты, они предусматривают самые обычные, простые специи. Итак, берем самую мелкую решетку и перемалываем то мясо, которое мы резали кусочками, то есть свинину постную, которая вообще не жирная, и свинину полужирную. Перемалоли свининку, друзья, и теперь перейдем к нашей грудинке. Значит, грудинку, которую... Ну, это кусочек какой-то не грудинки сюда залез. Вот, грудинку, которую мы говорили, что это у нас жирная свинина, режем на кусочки, на кубики со стороной где-то 1-1,5 см. Вот таким вот образом. Сейчас поиграюсь. Я думаю, Лариса мне поможет. Не люблю я вот эту вот нарезку, зато Лиза любит. Лиза, ну тебе свинины я не дам. В общем, всю нашу грудинку или жирную свинину нарезаем на вот такие кубики. Ну, а сейчас мы нарежем, друзья, и вернемся к вам. Фарш готов, мяско нарезано, дорогие друзья. И теперь его надо тщательно перемешать. Мы будем перемешивать, используя миксер, планетарный миксер. Если у вас нету планетарного миксера, то надо перемешивать, ну, используя обычный бытовой миксер, частями. Перемешивание очень важно для приготовления колбасы. Если мы ее не перемешаем хорошо, мы не получим потом в результате, в конечном результате готовой колбаски. Перемешивать надо достаточно долго, где-то в течение 5-6 минут. Итак, мы поместили нарезанную свинину и свиной фарш в емкость для перемешивания. Внесем специи. Вот почему-то во многих видео, ну, практически ни в каких видео, вернее, не акцентируют внимание на перемешивании. А это очень важный технологический процесс в приготовлении колбас, как вареных, так и, собственно говоря, так и сыровяленых, так и варенокопченых, вообще всех колбас. Итак, запускаем наш миксер и перемешиваем наш фарш в течение 5-6 минут. Перемешали тщательно мяско, друзья. И вот сейчас вам покажу вблизи. Лариса снимет смешалки. Ну, дай мне смешалкой. Придержи, что-то. Покажу вам вблизи, что получилось. Вот, смотрите, получили такой практически однородный фарш. Это называется вымешивание до белых волокон. Кусочки мяса полностью вмешались в фарш. И видите, он, ну, как бы, фарш обволок эти кусочки мяса. Вот это вот нам даст эффект однородности колбаски. После того, как мясо перемешано, поместим его в шприц для набивки колбас и приготовим оболочку. Сейчас расскажу несколько слов о самой оболочке. Друзья, мы будем использовать коллагеновую оболочку калибром 45 мм. Покупаем ее в интернет-магазине Ем Колбаски. Не самый дешевый интернет-магазин. Допустим, в Украине я точно знаю, можно купить значительно дешевле, в том числе оболочки. Но нам удобно, потому что мы покупаем там все. И, собственно говоря, удобно зрителям, потому что этот интернет-магазин доступен и в Украине, и в Российской Федерации. Можно использовать коллагеновую оболочку для подобного рода колбас. Можно использовать натуральную оболочку. Натуральную оболочку даже лучше. Вкусовые качества от этого только улучшаются. Но я, если честно, не очень люблю возиться с кишками, поэтому мне больше нравится коллагеновая. Но это исключительно мое МХО. Естественно, натуральная. Она более натуральная. Ну, простите за такую тартологию. Ну и, естественно, здесь все-таки какая-то, хотя коллаген, в общем-то, натуральный. Но я уверен, что здесь присутствует какая-то химия. Так вот, собственно говоря, коллагеновую оболочку, что я хотел сказать, перед использованием, нарезаем на отрезки нужного размера и замачиваем в теплой воде на 10 минут. Подготовили оболочку и приступим к набивке колбаски. Подогнали фарш к носику, к качанию цевки. Значительно удобнее. Я раньше думал, что так неудобно. Значительно удобнее и проще формировать батон и колбасы. Побывали мы с Ларисой именно на колбасном производстве. И раньше всегда завязывали. С одной стороны, потом набивали. Потом увидели, как набивают на колбасных производствах колбасу и поняли, что так действительно удобнее и проще. Набиваем так с достаточным натягом. Лучше это делать вдвоем. И вот саму цевку лучше брать приближенную к размеру оболочки. То есть у нас, допустим, оболочка 45-я, а цевка 40-я. Замелось. Лучше снять и вытащить, так у тебя не получится, наверное, сделать. Будьте внимательны, когда одеваете оболочку, чтобы не произошло того, что произошло только что у Ларисы. Лариса, ты спешишь. Не повторяешь свои ошибки. Не повторяйте, друзья, наши ошибки. Мы, собственно говоря, для того и снимаем эти видео, чтобы вы могли научиться на чужих ошибках, а не так, как мы несколько лет назад учились делать колбасы. Итак, колбаски набиты. Сейчас набьем последнюю и приступим к перевязке. Друзья, надо обвязать батончики. Используем леную нитку. Вот таким вот образом перекручиваем, как показывает Лариса, чтобы уплотнить нашу колбаску. И обвязываем двойным узлом. Веревочку делаем подлиннее, чтобы у нас была возможность потом сделать петлю, подвесить колбаску в коптильне. Так как один из этапов приготовления. Тут вообще у этой киевской колбасы очень интересный процесс приготовления описан. Так мы еще не делали. Ну, собственно говоря, не буду забегать вперед. Вот таким вот образом обвязываем колбаску. И сразу же берем иголочку и меленько ее протыкаем. Вот так вот. Если где-то заметите пузырек воздуха, возле этого пузырька сделайте несколько проколов. А так через каждые 2-3 сантиметра прокалываем оболочку. Сейчас, друзья, набьем остальную и расскажу, что будем делать. Вернее, обвяжем остальную и расскажу, что будем делать дальше. Ну вот, дорогие друзья, мы сформировали наши батончики. Полностью их прокалывали. И следующим этапом отправляем их на сутки на осадку. Подвешиваем их. Ну, можно подвесить, можно положить в холодильнике. Лучше подвесить. Или в прохладном месте, например, на балконе, если сейчас зима. Ну, вот у нас зима. Мы подвешиваем на лоджии. Там температура где-то 5 градусов на сутки. А завтра будем готовить. Да, как я и говорил, на следующий день мы приступаем к приготовлению киевской колбаски высшего сорта по рецепту 1938 года. Этот рецепт немножко отличается от всех рецептов, которые мы до этого делали варенокопченых колбас. Первый этап по технологии приготовления – это обжарка. Помещаем нашу колбасу в разогретую до 90 градусов духовку с включенной конвекцией на 40 минут. То есть, духовка разогрета, включили конвекцию, температура 90 градусов, 40 минут обжариваем. К следующему этапу, следующий этап будет варка. Надо приготовить поддон, который можно будет поставить на дно духовки и наполнить его водой. Итак, друзья, увидимся через 40 минут. Итак, друзья, прошло 40 минут. Производим дальше следующие действия. Мы переходим к процессу варки. На дно духовки помещаем вот такой вот поддончик. Мы помещаем сковородочку. Ой, какая она горячая. Все, оставь. С водичкой. Водичку налили горячую, чтобы не было перепада температур. Температуру в духовке понижаем до 80 градусов. В одну из колбас, только сюда, ближе, чтобы было видно, помещаем кухонный термометр со щупом для контроля температуры внутри. Выключаем конвекцию и готовим нашу колбасу до достижения температуры внутри 69 градусов. Если у вас нету... Давай ты сейчас покажи термометр, который у нас. Вот у нас такой термометр дистанционный. Мы по нему контролируем температуру внутри батона. Также он имеет сигнализацию. Продается на Алиэкспресс. Стоит, по-моему, 5 или 6 долларов. Если нет такого термометра, можно воспользоваться щупом для барбекю с обычным механическим термометром. Термометром, так как температура внутри небольшая, щупу ничего не будет. Он не расплавится. Там температура 80 градусов. Но контролировать температуру внутри батона нам обязательно. Итак, друзья, наговорил много. Резюмирую. Обжарка закончена. Поместили на дно духовки контейнер или поддон с водой. Температуру уменьшаем до 80 градусов. Конвекцию выключаем. И готовим колбасу до достижения внутри батона температуры 69 градусов. Температура внутри колбаски достигла 69 градусов. Выключаем духовку. Готовилась она где-то час 20-30. И теперь нашу колбаску надо остудить. Для этого помещаем ее либо на балкон, но в холодильник горячий уложить не очень хорошо. Сейчас зима, поэтому мы поместим на лоджию. У нас там температура плюс 5. В общем, в любое место, если вариантов нету или если лето, то тогда понятно, что в холодильник. Если есть варианты холодной комнаты и балкона, тогда на балкон. А завтра приступим к копчению. Итак, дорогие друзья, на следующее утро переходим к заключительному этапу приготовления нашей колбаски. Копчению разогрели коптильню до 35 градусов. У меня установлено там 35, сейчас уже 32. И помещаем колбаску в коптильню. Я думаю, что очень классная колбаса получится. Сейчас посмотрим. Он не сейчас. Я запустил дымогенератор. Коптильня наполняется дымом. И коптим нашу киевскую колбаску при температуре 35 градусов в течение 3-4 часов. Мы точно посмотрим, сколько. Где-то ориентируемся на 3-3,5, максимум 4 часа при 35 градусах, друзья. Через 3 часа, ну или через 4, через 4 часа покажем, что у нас получилось. 4 часа, дорогие друзья, достанем нашу колбаску. Она закоптилась и полностью готова. Сейчас немножко выйдет дым. Я вам покажу колбаску. Смотрите, какая красота. Достаем ее. И оставляем отдохнуть. Ну, на один день, на одну ночь. То есть сегодня уже там после обеда, завтра с утра будем ее пробовать. Посмотрите, дорогие друзья, какая она классная, красивая. Мне очень нравится. Я надеюсь, что она такая же вкусная, как и красивая. Завтра проведем дегустацию, посмотрим разрезы и посмотрим, какая она на вкус. Попробуем. Наша колбаска, друзья, отдохнула, отвеселась. В принципе, опционально ее можно оставить на несколько дней, чтобы она еще немножко подвялилась. Но мне не терпится. Вот и Лизе не терпится. Она очень ждет дегустацию. Очень классно пахнет. Очень нежный запах копчения. Ну что, разрежем ее? Ну, по-моему, отлично. Сейчас, друзья, покажу разрез. Сейчас, Лиза, сейчас будем дегустировать. Мне сразу интересно, как снимается оболочка. Отлично снимается. Вот ее защищу, чтобы показать вам корочку. Итак, друзья, разрез. На срезе получилась вот такая вот классная колбаска. Совершенно однородная. Очень красивый срез. Ну, она полностью свиная, естественно, как вы помните. Красивое кропление той части мяса, наполнения, которое мы не резали. И вот посмотрите, результат прожарки. Она имеет такую очень красивую естественную корочку. Ну, просто супер. Сейчас, друзья, попробую, расскажу, что получится. Первую порцию колбаски, естественно, по традиции, получает мой дегустатор. Листый грибной человек. Ну, а теперь я. Прекрасно. Нежнейшая колбаса. Вообще, просто супер. Очень мне нравятся колбасы, приготовленные по рецептам вот этим вот. По книге Конникова. Просто потрясающие. Колбаса действительно очень нежная. Очень тонкий вкус. И вот я вначале немножко переживал, что очень мало специй добавляется. Теперь мне нравится. То есть, очень отчетливый вкус мяса. Вообще, колбаска потрясная. Или там. Мы уже продегустировали. Итак, друзья, колбаска киевская, высшего сорта, получилась просто отпадная. Пробуйте приготовить по этому рецепту. Вам очень понравится, правда? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Если вдруг не понравилось, естественно, ставьте пальцы вниз. Друзья, до встречи. Мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока.